я татьяна власюк резидент гайд-клуба каждую пятницу я провожу здесь свои эфиры которые посвящены искусству надеюсь что сергей меня сейчас видит я ему отправила приглашение доброе утро всем рада видеть вас пятницу утром знаю что многие с нами уже не одну неделю проводят так вот начало пятничного дня с чашечкой кофе чтобы поговорить про искусство у нас какая-то техническая проблема да здравствуйте всем так мне хочется поговорить сергеем потому что эта выставка в париже она абсолютно уникальная 500 лет весь мир отмечался смерти леонардо да винчи и конечно это такое событие которое не могло не привлекли в дни привлечь такое огромное количество внимания да о доброе утро наконец-то какое счастье слушайте да инстаграм это сложная система они просто через другой телефон через другой аккаунт вот у меня вы просто зависли и и висите не знаю почему вырубаю вот мой гид и сейчас благо у меня вот есть запасной вариант да как это удачно слушайте давайте я еще раз тогда скажу свое вступление которое у нас осталось в моих предыдущих двух разах входа что мы сегодня с вами встречаемся на арт завтраке посвящен леонардо да винчи самому известному наверное самому загадочному художнику эпохи высокого возрождения с чьей смертью 500 лет назад в 1519 году собственно этой эпохой закончилась еще дальше через год умер рафаэль и и вот все да и леонардо абсолютно универсальный гений и чьи интересы распространялись на все естественно научные я же готов у меня даже майка смотрите а у меня даже майка вот жить в и жених ой потрясающе да вот и он в итоге кстати как это было довольно принято в эпоху возрождения он визуализировал в итоге свои достижения свои открытия в своих работах которых честно говоря сохранилось то всего около 15 в мире до рисунков больше рисунков довольно много сохранилось и поэтому вот этот вот юбилей 500 лет со дня смерти когда каждый музей в мире пытался организовать что-то свое на эту тему оказался оказался в общем довольно сложной задачей и самую грандиозную выставку объявила объявил париж объявил мувер что получилось что не получилось я не смогла отказать себе в удовольствии с сергей с вами встретиться чтобы вы вот как очевидец я честно говоря не доехала у меня были билеты на конец февраля и я заболела какой-то в общем заразой нехорошей и к сожалению пропустила и лила горючие слезы и поэтому сейчас я просто вот с удовольствием вас попытаю расспрошу что же там было и что вы думаете по поводу этой выставки все что я думаю об этой выставке я вчера уже все рассказал мы полтора часа закончили наш разговор телефоны в первом часу ночи вот перед тем как ну видите наши клиенты же тоже посетители нашего арзава тоже хотят послушать по поводу моей выставки я специально как я говорил не будем говорить строгать наш вчерашний разговор начну с чистого листа на первое на именно на вернисаж этой выставки я не попал потому что у меня была экскурсия тогда у нас были экскурсии и на вернисаж я не попал и пошел на второй или на третий день выставки как все туристы и начал с чистого листа я специально не хожу на выставки на которые я знаю что я попаду несколько раз я не готовлюсь теоретически то есть специально ничего не читаю а выставки чтобы получить вот эти первые впечатления впечатления и самые яркие впечатления и конечно же я знаком с творчеством леонарда винчи и по картинам которые выставлены в музеях и по замку где он жил последние годы своей жизни в городе амбуаз на берегах луа луары и и поэтому я пошел первый день на выставку и я был сначала шокирован а потом разочарован почему я был начнем с плохого почему я был разочарован я был разочарован потому что мы все знаем как леонарда винчи как гения человека оркестра который на все руки мастер гей он не гений он сумасшедший гений потому что таких людей я просто больше не знаю можно сразу прав еще делал да я там я и стихи пишу я и а музыка я не занимаюсь вот то есть и что-то инженерного меня есть но таких людей как леонарда винчи таких больше нет я пока не знаю и вот я обошел всю выставку и я ничего не нашел кроме эскизов каких-то картинок когда их было достаточно много этих эскизов его гравюр его набросков именно в части и которая называлась наука потому что я выставка была распределена на четыре части его часть которая называлась наукой я там ожидал увидеть но я не знаю какой-нибудь парашют леонардо да винчи какой-то механизм леонарда винчи хотя бы маленький мини макетик то что я с чем я сталкивался в замке клое люсе а в городе амбуаз этого не было этого было бы интересно намного было интереснее бы если бы вы например пошли на эту выставку с ребенком ребенок увидел бы там я не знаю пулемет лишь и еще что нибудь кстати очень странно да я так понимаю что не хватило интерактива вообще это такой тренд современных музеев добавлять много-много всего и странно почему лувр как бы не воспользовался такой возможностью и добавил какого-то такого дополнительного интереса всем группам посетителей потому что не все могут просто ходить от картины картине и наблюдать ее некоторым нужен какой-то визуал вот нужна какая-то активность дополнительная а тут татьяна чтобы было интерактив чтобы было понятно зачем мы приходим на выставку для этого нужен гид но это правда да или гид или надо читать вот такие огромные книги перед тем а вот эта книга которую я купил именно посвящена книга выставки этой выставки не пожалел 35 евро реально не пожалел потому что с удовольствием ее перелистываю перечитываю и а на выставке была всего вот такая маленькая книжка вот размер ладони ну да имейте ввиду что гид и таташ вот эти большие книги прочитали и потом вам доступным языком рассказывают то есть это было на первых днях на первых днях было только на французском языке только потом появилась на английском то есть говорят что лувр готовился к этой выставке 10 лет да извините плохо для меня это фелькина грамота когда я на открытие была только книжка на французском языке вот такой дешевый вариант на французском даже не было на английском ничего себе а каталог сразу был каталог сразу продал в продаже до каталог был сразу вот именно эта книга сразу вот это вот именно для туристов которые которые могли бы взять аудио аудиогид конечно можно было еще взять который был на английском и на французском конечно русского языка в лувре нет об этом тут все понятно скажите а есть может быть как как какая-то основная коллекция что-то такое гид какой-то небольшой на русском языке я нет ну в смысле аудио или какие нет вообще ничего нет только план на русском языке который появился несколько лет назад раньше даже плана на русском языке не было говорят говорят по слухам что это какие-то там терки между ремитажем и лувром типа и именно поэтому да не знаю насколько это правда или нет но вот есть такие ходят интересно в национальной галереи потому что есть даже аудиогид на русском языке но там всего 40 главных шедевров в общем то по моему лувр единственный музей в париже у которого нету русского аудиогида даже у мелких каких-то музеев есть а у этого музея нет да непонятно почему вы каким потому что сотни гидов есть но не сотни но по крайней мере десятки гидов есть хороших сознанием да даже я готов рассказать хотя бы про одну какую-нибудь картину в лувре чтобы составить вот этот аудиогид для лувра для русскоязычной публики который достаточно много потому что русскоязычная публика когда я еще учился в университете мой преподаватель говорил русский турист грамотный турист то есть для него ассоциация для для француза уже достаточно возрасте который много лет занимается работает гидом и который преподает в университете для него русский не русский а русскоговорящий ну скажем весь советский союз русскоговорящий значит интеллигентный и образованный человек ну да скажите а вот все таки заявленную цифру 500 тысяч они посетители они достигли этой цифры нет они перебили перебили да то есть да это был рекорд да рекорд по посещению я не помню сколько но они они побили с то что они заявили у них они установили рекорд а всего же она всего же она шла 4 месяца правда да очень короткая выставка они еще и продлили а окей да они еще и продлили и дабы дополнительные билеты появились но вот с билетами тут получилось плохо получилось то что билеты сразу были раскуплены многие у кого были деньги к сожалению я не успел у меня тогда не было свободной наличности и я не купил билеты заранее и в связи с тем у кого были свободные деньги никуда накупили ну энное количество билетов и я знаю что туристы приезжающие в париж они покупали покупали билеты не за 15 евро а за 150 евро ничего себе был черный рынок вот это был реальный черный рынок и многие мои коллеги на этом хорошо нагрели руку ничего себе да потому что были туристы которые говорили мне они говорили реально сергей не проблема в деньгах билет нужен ну это такой русский подход да я знаю что люди готовы спонсировать таких вот нечистых на руку людей которые так это же везде так и тот же и та же эфелевая башня на этом играть есть официальные скажем они перепродавцы которые перепродают билеты эфелевой башни get you guide называется сайт который продает билеты на эфелевую башню в несколько раз дороже вот и это официально интересно скажите а мадонна бенуа из эрмитажа приехала все таки вот потому что много было скандалов и даже суд был с италии на этот счет то что италия посчитала почему это париж делает такую грандиозную выставку потому что леонардо все-таки был итальянец он конечно жил в конце жизни работал во франции умер во франции но все-таки он наш знаете вот кстати по поводу леонардо итальянец я не согласен что леонардо итальянец и леонардо флорентинец леонардо флорентинец не но италия понятно это такое лоскутовое одеяло из лоскутков маленьких и они атентичность общая итальянская она конечно очень такая расплывчатая проблема вот эти суды вертурианский человек который приехал только на несколько недель в Париж несколько недель да заявлено было два месяца то есть в итоге всего несколько недель но это я имею это не несколько недель получается то есть у меня были туристы которые приехали на выставку в в ожидании увидеть эту гравюру вертурианского человека а они ее не увидели а рисунок да потом были туристы потому что ее не привезли этого человека потом были туристы которые приехали в ожидании видеть этот рисунок а его уже увезли то есть и еще была плохая коммуникация коммуникация наших к сожалению коллег я имею ввиду туристические агентства туристические различные офисы левые различные сайты гидов и псевдогидов которые писали об этой выставке и писали информацию даже не скорее всего брали не с сайта лувра информацию и люди которые читали эту информацию они с этой информацией приезжали в Париж а уже что-то не было например мои я помню мои туристы приехали в Париж в ожидании на эту выставку в ожидании увидеть даму с гранастаем а она не приехала чехи зажали да да проблема реально так надо говорить не надо бояться слов зажали так как англичане зажали картину Мадонна в скалах да ну потому что Национальная галерея сделала свою выставку я в конце это другое это другое нет зажали я вообще вот за такую если есть такая грандиозная какая-то вещь ну например вот пятисот летие Леонардо да Винчи ну блин объединитесь это ж мировое событие это правда да мировое событие объединитесь все сделайте билет не 15 евро сделайте билет за 50 евро да горностаем поправляют поляки конечно же это Сергей оговорился в Польше да извините это работа извините какая разница кто по большому счету я имею ввиду о том что поляки 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 она же в Кракове по моему висит да 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 и как что я хотел сказать то есть почему не было вот этого объединения пошли суды какие-то вот это потому потому что каждая выставка это видение того или иного человека это вообще это же тоже и политическая скажем акция да такие большие выставки это своей какой-то степени это политическая акция поэтому кто-то с чем кто-то с кем-то чего-то не поделил и в связи с этим получилась такая выставка как бы незаконченная вы знаете это такая замечательная конечно иллюстрация нашего нового глобального мира когда мы все кричим о таком объединении глобализации так далее так далее а вот как что-то случается такое выдающееся как например юбилей леонардо тут же включаются местечковые интересы и кстати вот этот вот наш наша пандемия да тоже показала как быстро вот этот вот весь наш глобальный мир разваливается просто на маленькие какие-то как евросоюз иногда просто даже города да удивительно слушайте ну вот мы сказали то что было плохо давайте скажем то что было хорошо потому что все таки выставка тем не менее состоялась тем не менее огромное количество людей и посетили я знаю сергей мне прислал разные картинки замечательные что меня поразило на этой выставке а поразило меня то что на этой выставке было были инфракрасные изображения картин которые то есть мы видели видим картину это уже конечный результат продукта инфракрасное изображение это то что мы можем увидеть то что не было или вы скажем так что предполагал художник вначале но что не получилось в конечном итоге ну да и проследить таким образом эволюцию вообще его представление о том что же он хочет да давайте я вот так вот так вот смотрите например вот это мадо дева с веретеном здесь если посмотреть за это подожди честно сейчас я стану вот так если посмотреть вот в это место видите здесь небо и гора вот вот но здесь плохо видно а если посмотреть на инфракрасное изображение то вместе где должна была быть небо и гора здесь на самом деле мы меня сверху на картинке сергей я показала уже вот у нас как раз видно там но у меня маленький экран поэтому мне плохо видно я еще покажу вот таким образом здесь видите здесь дверь должна была быть здесь дом начерчен вот контуры дома и дверь в конечном итоге мы видим только небо и гору так же как и спаситель мира но спаситель мира их несколько картин есть и одна из картин спасителя вот я сейчас покажу можно инфракрасное изображение спасителя мира татьяна да конечно сейчас вот ну это как бы одна из вот хорошо вероятно до версии спасителя мира это одна один из вариантов спасителя мира потому что знаменитого спасителя мира который был продан за четыреста пятьдесят миллионов тут несколько лет назад и которого все очень ждали на этой выставке надеялись он не приехал в связи тоже как с таким неким скандалом из мира искусства может быть мы чуть попозже об этом расскажем а давайте теперь посмотрим на того кого все таки привезли вот это был вариант называется всегда забываю ганэ тот знаменитый кот который вы которые которые продали это кук да барона кук а этот вариант ганэ обратите внимание вот как раз под татьяной на сфере есть крест мы видим мы видим крест если возьмем конечный вариант то в конечном варианте на сфере креста нет вот видите а он вообще почему-то с другой стороны это зеркалит вероятно это просто это просто вам сейчас говорю потому что мы на фронтальную камеру снимаем поэтому зеркальное изображение да в общем переворачиваете это изображение у себя в голове если это возможно то есть видите на инфракрасном изображении то есть в начале в начале когда художник предполагал и мы кстати не уверены что это художник именно леонардо да винчи а может быть это его именно его мастерская то есть мастерская его учеников которые писали эту картину и на инфракрасном изображении кстати мы не видим бороды обратите внимание на инфракрасном изображении нет ни усов ни бороды а здесь если мы посмотрим внимательно сейчас я попробую показать здесь у нас усы и борода тоже посчитали что слишком миловидное лицо и тоже надо доработать за леонардо или за кем это да вот вот это меня вот скажем так поразило и вдохновило на этой выставке единиц опять же минус что картина вот на выставке были кто выставку устраивал я не знаю отрубить ему руки однако картина то есть оригинал картины висит в одном зале а инфракрасное изображение висит в другом зале я как сумасшедший я сначала так как я говорил что я не не читал об этой выставке изначально я побежал то есть ходил по залам а потом начал бегать из одного зала в другой я фотографировал инфракрасное изображение подбегал в другой зал картине сравнивал смотрел любовался если бы повесили вот так два картину и инфракрасное изображение ну люди бы там часами бы зависали наверное ну конечно это так интересно сравнивая и размышляя это правда да вот и я убрала пока комментарии потому что просят не видят вас хотя в общем то каждый может и у себя убрать если что и да извините я забыла сказать пишите пожалуйста свои вопросы вот там вот где у вас с вопросиком такая вот внизу иконочка стоит у меня нет например нету да ну если у кого есть то пишите пожалуйста свои вопросы мы попытаемся их потом задать или я включу комментарии можно будет в комментарии в конце тоже задать свои вопросы еще такой момент вот 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 это меня больше всего поразило вот были все инфракрасные изображения в этом плане было очень интересно это правда а гениальность именно гениальность самого леонарда можно увидеть даже может быть не на полотнах а на его рисунках можно изображение лошади там есть лошадь и такие стрелочки как бы за забор много график как бы такой вот это да то есть мы здесь видим на как с левой стороны мы видим эскиз лошади коня а то что у нас скрывается за фотографии вот татьяны это извините да так вот мы видим посередине это посередине у нас стена крепостная а вот то что стрелочками вот так как график изображается это атака то есть это штурм города то есть на одном вот на одной странице мы что здесь мы видим мы видим художника и стратега мы видим именно человека который занимался именно и защиты города и атакой городов он же когда нанимался уже на работу в миланг да герцогу сфор он поступил военным инженером да он же себя рекламировал он говорит да вот он себя сначала рекламировал как военного инженера а потом говорит ну а когда будет мир я потом насос сделаю грубо говоря или подъемный кран на стену руки мастер и вот на многих гравюрах я просто одну скажем так одну из десятков которые там были вот на одной гравюре мы видим на гравюре на одном рисунке мы видим разносторонность этого человека то есть он рисует лошадь и тут же время отвлекается и начинает рисовать тактику обороны или наоборот нападение на город захват крепости много таких было где-то ангелы где-то он рисует ангела где-то на этой же странице у него механизм шестеренок то есть он же говорил что гений гением но это был сумасшедший гений он на одной странице писал разные у него были разные проекты на одной странице на одной странице бумаги но вы знаете самое же интересное что при жизни его достижения они вдоль в должной мере не были оценены вообще его открытие тоже это опять-таки конец 19 века когда появился такой большой новый интерес к ренессансу и опять подняли эти рисунки насос который изобрел леонардо да винчи такой спиральный насос он как мясорубка грубо говоря мы крутим и по спирали по трубке вода заходит наверх на какую-то на какую-то высоту так вот этот насос был использован при строении Версальского дворца а то есть а когда при его жизни или уже позднее нет это в 17 веке упозднее да это через два века практически тысяча да нет ну через полтора века через полтора века ну да для современников это все было настолько вообще невообразимо кардинально и трудно понимаемо что он да то есть какие-то французского короля он опередил свою эпоху да очень сильно да он обогнал свое время это правда вот и вот то что вот это главные вещи которые меня поразили на выставке с одной стороны чего-то мне не хватило а с другой стороны я получил то что я вообще не ожидал вот это инфракрасное изображение а интересно же что Мону Лизу тоже не дали на выставку сам Лувр ее уже не дал она выставлялась отдельно а вот это и в Лувре были какие-то виртуальные реальности расскажите об этом это тоже какой-то новинке прекрасная именно тактика Лувра по поводу Мона Лизы то что они сказали что Мона Лиза должна быть доступна для всех поэтому ее не тронули она осталась на время выставки она осталась в своем зале интересно это надо было отдельно билет в Лувр купить или достаточно было билет на выставку чтобы пойти нет если вы покупаете билет в Лувр то у вас нет права на выставку Леонарда да Винчи Но если вы покупаете билет на выставку Леонардо да Винчи, то у вас ход в Лувр. А, окей. Ну, то есть ты после выставки еще должен был бежать и искать ее там в Лувре. Вот у меня была как раз последняя экскурсия с моими туристами. Из Санкт-Петербурга женщины были. Мы с ними сначала были на Леонардо да Винчи, где мы провели примерно два часа. А потом у нас еще где-то было около двух с половиной часов по самому Лувру. Ну, потому что ее там найти еще не так легко, честно говоря. В принципе, я когда был первый раз, это было в декабре 2000 года, я пошел просто по стрелочкам. Ну, вот я тоже, да. Я понимаю, что вы как человек, который там живете в этом Лувре, вам уже легко ее найти. Я последний раз, когда приехала, я просто вот впал в некое отчаяние. Действительно, увидела на стене стрелку и уже шла по стрелке. Главная проблема в том, почему ее сложно найти. Потому что пока мы к ней идем, нам встречается по пути столько всего интересного. Это правда. Отвлекаешься и уже не доходишь в итоге. Если бы стены были в Лувре все голые, то мы бы тупо шли к Джаконде. А вот так как на стенах висит порою шедевры, не то что не менее, а превосходящие Джаконду. Ну, с этим, может быть, многие поспорят. Есть люди, для которых это самое величайшее творение. Я даже спорить об этом не хочу, потому что для меня Джаконда это не шедевр. Есть намного интереснее. Тот же Спаситель Мира для меня намного интереснее, чем Джаконда. Который? Я, кстати, если кто не знает, я сейчас пока Сергей рассказывает, попытаюсь найти вам Спасителя Мира, который в итоге был признан. Вот он, да. Если вы не знаете. Он был оригиналом. Да. То есть вот он был признан, это работа оригиналом. Это такой, конечно, самый большой скандал в мире искусства. Кажите, кем он был признан? Не все его приняли. Ну, да. Пять главных экспертов по Леонардо в мире. Два только подтвердила его подлинность. Ох. Да. Два там, по-моему, воздержалась, и один как бы был против. Но, с вашего позволения, я расскажу быстренько тогда его сейчас историю этой работы, потому что, да, это вот, ну вот вы ту же работу показываете, да? Да, да, я ту же работу показываю, таким образом мы ее полностью видим. Этот сейчас Спаситель Мира, это самая дорогая работа, когда-либо проданная в мире. 450 миллионов долларов, представляете, ее купил один арабский шейх. И спрятал. Да, у нашего олигарха Рыболовлева. И с этой историей, конечно, связаны самые большие загадки, потому что эта работа принадлежала, находилась в коллекции английского барона Кука, и она была сильно изуродована последующими какими-то якобы реставрациями, то есть к нему пририсовали бороду, усы, потому что это была контрреформация, это был очередной такой подъем религиозного сознания, и показалось, что такое очень женственное лицо, не пристало иметь Иисусу, ну и так далее. В общем, она была абсолютно неузнаваемая, и считалась какой-то работой неизвестного автора того периода. Да, это вот вы показываете, как... Я буду просто... Вы рассказывайте, а по ходу буду разные картинки из книжки показывать. Ага, окей. Да, вот. И после войны эту работу на аукционе продали за примерно около, вы знаете, 50 фунтов вообще всего, и пока-пока уже группа из экспертов, каких-то реставраторов, коллекционеров и так далее, то есть это был такой пул, который объединился, и ее выкупил уже в начале 21 века за 10, по-моему, тысяч фунтов, или за 12, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, тоже какая-то очень смешная сумма. И отправили эту работу на полную реставрацию с использованием современных технологий. Я рассказываю про спасителя мира, который сверху. Вот. И в итоге ее купил наш Александр Раболовлев за 127 миллионов благодаря своему агенту Бувье, с которым он сейчас судится по этому поводу, потому что Бувье нарушил этику в мире искусства. Я, когда училась в магистратуре здесь, у нас был целый кейс на эту тему, потому что ты, когда представляешь своего клиента, ты либо агент, и ты действуешь на его деньги и от его имени, и в итоге получаешь какой-то процент комиссионный, либо ты уже, собственно, арт-дилер, покупаешь на свои деньги работу, и тогда ты ее волен продавать за столько, за сколько хочешь. Так вот, Бувье, в общем-то, действовал от имени на деньги Раболовлева, при этом сильно завышал цену. Это сейчас такое серьезное разбирательство на эту тему. Все друг на друга подают в суд. Соответственно, Раболовлев на Бувье за мошенничество, Бувье на Раболовлев за то, что тот коррумпировал пол Монако. Но тем не менее, то есть судьба картины тоже интересная. То есть, в общем, при такой дырявой атрибуции, конечно, купить ее за полмиллиарда долларов, это очень странный такой шаг. И опять-таки есть мнение, что там какой-то такой, типа, договорного матча в связи с санкциями там и так далее. И почему, собственно, эту картину не привезли на выставку, а изначально она была заявлена, и она должна была быть на ней. Потому что Лувер отказался писать 100%, что это работа Леонардо, потому что они считают, что это еще не подтвержденные, не законченные. Можно? Да, конечно. Вот это вот какая-то, скажем так, по воде и вилами писанная. То, что они там что-то не согласились. Чисто какая-то политическая подоплека есть. Потому что на самой выставке было очень-очень мало произведений самого Леонарда Винчи. Их вообще мало. Ну, их в принципе мало, конечно. А на выставке было 172 работы. 172 работы, включая рисунки. Да. И из них только маленькая толика того, что именно сделано самой рукой Леонардо да Винчи. Остальное это были его учителя и его последователи-ученики. Ну, это правда. Не вся была выставка из картин и произведений Леонарда да Винчи. Это тоже надо отметить. Ну, да. Ну, потому что, да, из 15 работ в мире, конечно, то есть когда каждый музей придерживает свой шедевр, собрать какую-то грандиозную выставку всего, что, в принципе, Лубер хотел сделать. Он хотел вот сделать, собрать все-все-все в одном месте, чтобы это был такой, в общем, абсолютный блокбастер, да, из мира искусства. Но вот эти, как мы уже вначале обсуждали, местечковые интересы не позволили сделать то, что хотелось. Зажали, зажали. Да. Вот. Ну, и королева Елизавета же все-таки предоставила рисунки. Да. И они очень украсили выставку, потому что британскому королевскому двору принадлежат абсолютно уникальная коллекция, принадлежит. После смерти Леонардо он свои рисунки, альбомы, чертежи завещал Франческо Мельце своему ученику и своему такому последователям и ближайшему такому человеку. И тысячи рисунков у него хранилось, и около 500 из них купили представители Карла II, и они находятся в Виндзоре, в королевской коллекции. Вообще рисунки, конечно, это очень хрупкая такая субстанция, и их невозможно выставлять, как масляные полотна. Они высвечиваются, они и портятся, и так далее, и так далее. Я сейчас покажу то, что два из, вот у них даже, видите, бумага, она такого красноватого цвета, она уже, скажем, поддалась ей времени. Это как раз эскизы Спасителя Мира. Да. То есть рука самого Леонарда... Вот то, что мы, кстати, теперь показываем одно и то же. Да-да-да, я показываю просто, да. Потому что я скачала... У вас оригинальные фотографии, а у меня оригинальная книга. Да, а я скачала с сайта вчера вечером, села, посидела и скачала все вот картины, которые самые такие важные, которые принадлежали королевской коллекции. Вот, да, и, в общем, вот из этих уникальное собрание 500 рисунков Леонардо да Винчи, которые мало выставляются, мало показываются, потому что есть опасения за их сохранность, за то, что они выцветут, и бумага, в общем. Ну, это понятные такие вещи. И поэтому в этом году, например, при Букингенском дворце есть такая Квинсгалерия, Королевская галерея, которая как раз устроила... Ну, не в этом, конечно, в 2019 году она устроила вот такую вот абсолютно... Действительно, это какая-то грандиозная вещь. 200 самых важных рисунков из королевской коллекции было выставлено на этой выставке, и 24 из них потом, когда она закрылась, поехали в Лувр. А вот скажите, вот такая работа к вам приехала? Нет? Да, она была, была. Вот, это на самом деле портрет Леонардо да Винчи. Он единственный, действительно, сохранившийся портрет Леонардо да Винчи. Надо отметить, не автопортрет, именно портрет, нарисованный другим человеком. Франческо Мельци как раз, да, то есть его ближайший соратник и ученик сделал этот портрет, и, собственно, именно его видел Джорджа Вазари дома на вилле Мельци, и именно с него он делал как бы инсталляции в своей жизнеописании Леонардо да Винчи, и поэтому вот этот образ, он четко ассоциируется с Леонардо. И, кстати, это такой тип почтенного греческого философа, типа Аристотеля, который в итоге вот закрепился за такими вот людьми, которые, в общем, натуралисты, философы и так далее. Тогда же в ту эпоху, вот в начале 16 века, длинная борода и длинные волосы были не в моде. Да. Это он был как бы был против, не то чтобы против моды, но был вне этого общества. То есть он таким образом как бы, может быть, себя противоставлял этому обществу своим даже обликом. Да. Ну, кстати, Леонардо, вы знаете, он был очень красив, и многие об этом пишут. Очень красивые глаза, я хочу отметить. Да. И вообще в ренессансном понимании жизни это объяснялось именно его таким вот неким божественным даром. Это было продолжение я вам сейчас покажу крупным. Гениальных талантов. Вот, посмотрите, у него реально красивое лицо и красивые глаза. Да. Вот, а последующий еще портрет, если, может быть, многие знают, туринский рисунок, который часто используется в разных энциклопедиях. В общем-то, сейчас уже считается, что он был более... Ну, то есть он в 1900-х... После смерти. Нет, он как раз до смерти был сделан. Но он тогда был еще вполне молод и не носил бороду. Это не мог быть, в общем-то, его портрет. Просто он по стилистике похож на вот такого вот Аристотеля, если хотите, греческого, и на то, как воспринимали Леонардо, и его, как бы... Ну, то есть... В итоге приняли многие за изображение. А вот это вот голова Леды, которая тоже должна была быть у вас. Была, была. Знаменитая работа Леда и Лебедь, не сохранившаяся, к сожалению, но про нее многое написано, многое известно. Она тоже принадлежит Королевской коллекции. Вот. Я вот обожаю подобные картины. Да. Леда у нас была представлена вот это. Конечно же, это не рука самого Леонардо. Это его ателье. Ну, да. Вот эта картина у нас была представлена. И вот именно к этой картине, которая именно... Картина самого Леонардо да Винчи, она не сохранилась, а сохранились только эскизы. Ага. Вот. И вот на основе... Вот подобная картина, эта картина и другие картины, все вот эти мифологические истории, которые нарисованы, мы подходим к этой картине. Ну, да, красиво. Но чтобы понять, что там, это надо знать мифологию. И вот в этом плане и включается, скажем, роль гида, чтобы не просто подвести людей к картине, а рассказать, что на ней. Почему там дети в скорлупе от яиц ползают. И что это такое вообще? Кто такая Леда? И почему она обнимается с гусем? Ну, не с гусем, а с лебедем. То есть в этом плане интересно. Вот в этом и есть заключается роль гида, чтобы указать на какие-то элементы. Ну, там можно сказать, да, скорлупа и яиц валяется. Они там ели там, завтракали, и вот скорлупа от яиц валяется. На самом деле же, там глубокая мифологическая, большая мифологическая история. Леда, Леда, Зевса, Лебедя и всех совокуплений и так далее. Ну, да, Зевс превратился в Лебедя, чтобы соблазнить Лету. Так вот, чтобы коротить, кто не знает вдруг. Вот с греками у них какая-то проблема. Особенно, нет, не с греками, с Зевсом. Он то в ПК превращается, и землю крадет. Но он в гуся превращается, чтобы совокупиться с Ледой. То есть, в мужика он не может как бы преобразиться. Он всегда в какого-то, извиняюсь, какая-то зоофилия просто. Ну, да, ладно, не будем в это вдаваться. Вот такой еще рисунок, смотрите, уникальный абсолютно. Это рисунок Нептуна. его он выполнил для своего друга Антонио Сенье, мастера папского монетного двора. Меня он поразил на выставке. И посмотрите, вот еще какая интересная работа. К сожалению, тут парусник в море. И закрыта правая часть. Потому что на корме, вот если вы видите, там сидит волк. Правая лапа у него, правая лапа на компасе, левая держит руль. Мачта – это такое оливковое дерево. А компас указывает прямо на орла, которого я вот сейчас закрываю, к сожалению, но поверьте мне на слово, этот орел сидит на земном шаре. И считается, что вот этот рисунок имеет политическое значение. Говорит про отношения папы Льва X с королем Франциском I. Потому что орел, которого вот не видно, он носит французскую корону, а волк – это такой римский папа. О, да, время, время. Но на самом деле мы позже начали. Мы минут на десять позже начали. Поэтому я думаю, что я еще буквально сейчас быстренько… Там же видео какое-то еще было, нет? А? Видео, да, да. Я сейчас буквально два рисунка покажу еще. Потому что целая комната была научным вот таким вот изысканием Леонардо посвящена. Трактат Леонардо о живописи, который он писал почти всю свою жизнь. И он для этого проводил большое количество различных исследований. Вот этот рисунок, по-моему, был на вашей выставке, правильно? Да. И, конечно, абсолютно невероятно наблюдать за… Ну, то есть, его… Вот все, что он пишет, все оживает. То есть, и когда ты подходишь и видишь, что это всего лишь бумага и обычный карандаш, а эффект как будто вот просто абсолютного присутствия живой какой-то субстанции и так далее, невозможно, да, то есть это словами передать. Поэтому ходите, конечно, на выставки. Мы вот с удовольствием… Да, вот тоже еще что-то такое интересное показываем. Это вот… Это гроза над… Над гроза над… Над долиной. Вообще, малоизвестные рисунки Леонардо да Винчи. И его знают как живописца, именно маслом в основном. А вот у него есть еще интересные, очень интересные рисунки, именно чернилами. Или вот как здесь… Да, такая графика, да. Да. Нет, для меня рисунки его были вообще абсолютным открытием, потому что я говорю в связи с тем, что они хрупкие, их почти мало где показывают, мало публикуют. Но в них вот прямо вот видно действительно, как… Потому что Леонардо зарисовывал все. То есть он использовал свои вот эти тетради, свои вот эти черновики, вот любая идея, которая к нему приходила в голову, какой-то совокупность знаний по какой-то области, если он собирал, он это все фиксировал. И когда ты вот за этим всем наблюдаешь, и ты видишь, как работал, как мыслил, как чувствовал этот человек, это, конечно, величайшее открытие для меня. Вот. А я вот сейчас показываю работу «Мадонну в скалах». Таких картин две. Одна находится в Лугле. Конечно же, где же она еще может находиться. А вторая вот принадлежит Национальной галерее. И, собственно, это единственная работа, которая принадлежит Национальной галерее. Еще у нас есть один большой, довольно крупный рисунок. Вот. А из живописных работ вот только эта, Национальная галерея ее не отдала. Извините нас еще раз, пожалуйста, потому что она решила сделать свою собственную выставку, посвященную вот этой работе. Немножко два слова про историю этих картин. Он когда переехал в... Леонардо когда переехал в Милан и как раз поступил военным инженером, начал работать при дворе герцога Сфорца, братство непорочного зачатия для часовни Сан-Франческо заказали ему вот эту вот работу для алтаря. Ну, а он тогда был совсем молодой, малоизвестный художник. И в то время заказчики, они помимо того, что давали деньги, они очень четко диктовали сюжет, что, как и, в общем, и по форме, и по содержанию, что должно быть на этой работе. А Леонардо очень... То есть проявил такую вот... Я сейчас покажу французский вариант. Да, свое собственное видение этой работы. Вы видите, что он написал Мадонну практически вот живой такой вот женщины, и дети у него очень земные, и пейзаж очень такой реальный, и нету вот этого нимба над головой. И все те каноны, которые существовали в то время, он разрушил этой работой. И вот это братство непорочного зачатия, в общем, с таким раздражением отвергли эту работу, сказали, что она не стоит тех денег, о которых они договорились, о чем, в общем, очень сильно пожалели. Потом в конце уже... То есть потом они его уговаривали ее воссоздать, и вот вторая работа, которая сейчас сверху, вы видите, она находится в Национальной галерее Лондона, и это уже то, что было воссоздано в конце жизни. И они отличаются... По композиции, по сюжету они абсолютно идентичны, но они отличаются по цвету, по теням, ну, в общем, собственно, там много таких вот нюансов. И что сделала Национальная галерея? Она устроила выставку вот этой одной работы, она ее просветила всевозможными лучами, какими только можно. У меня есть семиминутное видео на эту тему, я могу его сейчас показать и параллельно рассказывать, как это выглядело. А я выхожу, таким образом ты полностью покажете видео это. Да, если можно потом... Сергей, вы не уходите далеко, если будут к вам вопросы, мы потом в конце на них ответим. Хорошо. Надеюсь, я вас еще раз смогу пригласить. На всякий случай всем хорошего настроения, сегодня пятница, а впереди выходные. Да. Ну вот, посмотрите, то есть это такое мое собственное видео этой выставки. Вы попадаете, когда заходите, вы попадаете вот в этот первый зал, вот, в этом первом зале это галерея такая вот, разные пространства, и тут зеркальные такие ячейки, в которых можно было видеть тексты Леонарда, если вы знаете, он свои черновики писал зеркально, и их можно было читать только с помощью стекла. А дальше вот уже вы попадаете в студию как бы художника, и на ваших глазах слой за слоем начинает создаваться вот эта вот картина. То есть все современные технологии поучаствовали в создании этой выставки, потому что действительно работа с этой картиной была проведена грандиозная. И вот сейчас вы видите, вот просто как художник, мазок за мазком, пишет свою работу, какой цвет он кладет сначала, какой потом. Вот сейчас начнут появляться мелкие детали, то есть он начнет выписывать там траву там и так далее. Все это вот выглядит, как будто вы находитесь в его студии и стоите вот прямо за спиной у художника, и он на ваших глазах создает вот этот шедевр. К сожалению, вот видите внизу там, да, то есть вот сейчас он начинает выписывать травинки, да, и так далее, и так далее. То есть вот мелкие-мелкие детали на ваших глазах начинают появляться. Это какая-то магия невероятная, то есть оторваться от этого просто невозможно. И вообще я люблю наблюдать за художниками во время этой работы, а наблюдать за Леонардо это такая редкая привилегия. Спасибо, что нам ее предоставили, хоть и каратенчика. Вот, а сейчас, а это они рассказывают, из чего, в общем, состоит сюжет, где, какие элементы он откуда брал, что они напоминают, какие его работы предыдущие, или то, что он видел, или какие-то античные образцы. И дальше вот вы сейчас увидите, как с другой стороны находится уже лаборатория художника. И вот начинается прямо перед вами, перед вашими глазами вот этот вот процесс изучения этой картины. То есть я удивилась, что это не одни какие-то рентгеновские лучи, а их просто огромное какое-то количество. И одни показывают одно, другие показывают другое. И вот прямо перед вашими глазами сейчас этот процесс изучения работы и происходит. В общем, это, конечно, выставка несколько информативна, сколько это такая выставка, посвященная ощущениям, какому-то проживанию, да, и какому-то такому погружению в картину. И, то есть ты вот и фактически находишься в студии художника. Дальше мы перейдем, вот, ну, сейчас давайте посмотрим, как они... Вот это вот первоначальный самый рисунок, который обнаружили на самом нижнем слое. И дальше, да, то есть вот это все дорабатывалось. Да, вот, важный момент, что реставраторы обнаружили даже отпечатки пальца Леонардо, потому что он некоторые вещи дописывал уже руками. И вот действительно при таком вот, с помощью микроскопа, когда детально рассматривали эту работу, то это можно было увидеть. Вот, а дальше мы с вами перейдем в зал, где будут светотени. То есть это тоже такая немножко лаборатория по изучению того, как свет влияет на то, как мы видим предметы. И вот был такой вот боксик, видите, там разные рычажки, и вы могли их менять, вы могли эти объекты освещать с разных сторон. И там, кстати, не только геометрические фигуры, там и бюст был, там было что-то такое более понятное. А вот это вот уже такая воссозданная работа «Мадонна в скалах», и вы практически теперь здесь работаете солнцем. Вы вот это освещение крутите, поворачиваете в разные стороны и смотрите, как бы менялся образ. Ну и самая последняя комната, вы попадаете в виртуальную часовню. К сожалению, эта часовня, где должна была находиться эта работа и где находился итоговый алтарь, она сейчас разрушена. И, ну вот, кураторы сделали такой потрясающий, такой вот световой эффект. Я не знаю, слышно ли вам музыку, там такие прекрасные такие песнопения, и там и план этой церкви, и вид города, и все это, конечно, погружает вас в такую действительно очень такую благостную обстановку, в которой мы, то есть вот такого намоленного места, то есть примерно так, как мы себя чувствуем вот в этих роскошных храмах, куда на протяжении просто столетий приходят люди со своими горечами, и печалями, где они молятся, и вот эта энергетика, она присутствует. И вот кураторы именно таким образом вот эту энергию попытались вот в этой комнате воссоздать. Вот, а дальше мы переходим уже в последний зал, где, собственно, вы видите, вы знакомитесь уже вот воочию с этой вот картиной. Давайте посмотрим, я пока смотрю ваши вопросы. Как называется книга, которую показывал Сергей? Это каталог выставки. Наверное, надо будет сейчас его спросить, можно ли ее заказать онлайн. так по поводу сейчас мы спросим. Так. Вот. И сейчас мы с вами попадаем в последний зал, вот где вы уже знакомитесь непосредственно вот с этой картиной. Слушайте, у нас осталось несколько секунд, уже, наверное, мы ничего абсолютно не успеваем, и Сергей не успевает вернуться. Спасибо вам, я это видео публикую на своей странице, вот.